Приветствую вас, речь пойдет про довольно частый запрос от клиентов, клиента, вот. В данном случае запрос от девушки поступил, как отучить парня от просмотра интимного видео. Ну, на самом деле, подобные вопросы, они поступают с периодичностью, как отучить партнера от сигарет, от алкоголя, от игр, от чего бы то ни было еще. Как отучить партнера, там, от, не знаю, переедания, от, там, недоедания и так далее. То есть вот эти вот попытки отучить, запрос на отучить, они, запрос на отучение, они поступают на самом деле очень часто. Я вот представляю, пытаюсь, пытаюсь представить себе психолога, который сидит с клиентом и помогает ему отучать другого человека, который даже не знает вообще, что о нем говорят. Вот. Ну, это, мне кажется, весьма комичная, наверное, ситуация, вот. Поэтому, тут я бы хотел привести пример такой эпизод, по сути, являющийся, наверное, классическим для СНГ, ну, вот, для стран СНГ. Вот, это эпизод, связанный с тем, значит, когда, например, женщина обращается за помощью, вот, к психологу, да, начинает с ним работать. Приходит, приходит, приходит домой, вот, и, соответственно, начинает менять своего мужа или своего партнера, своего парня. То есть она, эта женщина, узнает какие-то новые факты, понимает, что жизнь немножко не такая, какой она ее видел ранее, вот, и начинает активно меняться. Вот, проблема только в том здесь, что партнер довольно часто меняться не хочет, вот. Это довольно часто бывает так, что партнеру не нужны эти перемены, его, там, вообще, говорят, все устраивает. Вот, и он начинает, там, злиться, начинает переживать, начинает обвинять и своего партнера, и специалиста в том, что это секта, что это странно, что это вообще очень вредно и так далее. И вот, парадоксально, но факт, что в данном случае больше, больше прав, к сожалению. Именно этот человек, который обвиняет своего партнера и специалиста в том, что вот они куну вроде как секта. Почему? Почему? Так, почему он прав? Потому что, получается, история, что без меня меня женили. Вот, я не знаю ни одной такой истории, когда это было бы кому-то на пользу, вот когда без меня меня женят. Ну, вообще, насилие какое-то получается. Вот, было бы вам очень приятно, если бы к вам пришли бы домой даже, даже, например, специалисты, вот, ну там, дипломированные и так далее. Вот, поселок вам домой сказал, вот, сейчас мы с тобой будем меняться, а вы вообще не подозревали об этом. Подобные вещи, как и подобная постановка вопроса, является деструктивной и только опалкивающей для человека. Вообще-то говоря, во всех смыслах убеждающая его о том, что он на верном пути, что он правильно делает вообще-то, что вот двигается каким-то своим, значит, способом, да, и вообще-то правильно делает. И, как бы, получается обратный эффект, что вроде бы хочу отучить, а действиями, своими действиями вызываю только лишь еще большее желание у человека следовать этому вот тому, что он делал. Поэтому, первое, что нужно, наверное, пересмотреть вот такую вот, во всех смыслах, обесценивающую позицию по отношению к партнеру. Вот, если вы хотя бы немножко планируете отношения с ним в будущем, вот, то я не рекомендовал бы действовать вот, ну, в таком аспекте. Отучения отучения от чего-либо. Напротив, я, мне кажется, что вопрос отучения от чего-либо проистекает из нескольких моментов. Первый момент, он такой, я бы сказал, достаточно поверхностный и связан с, ну, скажем так, с некой авторитетностью. Вот. То есть, это когда, вот, ты не делаешь так, как я хочу, вот, ты не делаешь, не поступаешь, так как, я тебя жду, значит, ты должен поменяться. Это первый, первый момент. И второй момент, это когда действие человека вызывает определенного рода тревогу. Вот именно тревожность, может быть злость, но чаще тревожность, тревожность. И человек ощущает страх, когда его партнер что-то делает, ну, что-то делает, вот, что-то неприятное. Только с этим страхом человек обращаться не умеет. То есть, что это за страх? Чего в этот момент хочется, как я даю, например, ну, партнеру своему, допустим, понять, что я боюсь, например. Вот, может быть он, ну, не знает о том, что мне, там, страшно, например. Вот, может быть, партнер и не в курсе вообще, что мне, может, что я боюсь, а я на самом деле боюсь, а он не знает. А я взлюсь и партнер думает, что вообще-то я, там, развлекаюсь или, не знаю, бешусь с жиру и все. Вот. Так что здесь важно работать с реакциями, с реакциями именно вашими, в первую очередь. Вашими реакциями. Что со мной происходит, когда я хочу человека отучить от, там, условных, там, каких-то действий, да? Потому что, то, что вы транслируете ему, вполне вероятно, выглядит для него, как агрессия, а вы этого должны не намечать. Вот, вы можете этого даже не намечать. Что, то, что вы ему транслируете, выглядит, как агрессия. Ну, вы это, а вы пытаетесь, вместо тем, как-то защитить себя. Да, то есть вы пытаетесь, ну, сделать что-то, что-то для себя. Вот. Только вы пытаетесь что-то сделать для себя, но получается так, что зависите от другого человека в этом. В том, что вы пытаетесь делать для себя. Мне кажется, что эта позиция, она очень болезненная, в любом случае болезненная для всех. Вот. И для, ну, вас, например. Например. Для вас. Вот эта позиция болезненная в частности для всех, которые пытаются изменить своего партнера. Потому что ему страшно, ему как-то болезненная, ему больная и так далее. Следующий момент, когда возникает такое вот желание партнера поменять, это момент, ну, собственно, фрустрации. Что такое фрустрация? Это когда я испытываю неудовлетворение от того, что не могу реализовать свое желание. Вот здесь и сейчас. Я, соответственно, из-за этого испытывания готов. Действия моего партнера как раз, значит, вызывают у меня фрустрацию. Вот. Действия моего партнера вызывают у меня это чувство, от которого я пытаюсь избавиться. Вот. Повинулась, эээ, такому вот, первому, первому порыву, своему первому порыву, повинулась, эээ, обвиняяя и требуя от него каких-то действий. Вот. Потому что, ну, мне, например, эээ, там, эээ, я не знаю, там, страшно, мне, например, ээээ, там, тревожно, я, например, боюсь, вот, я не знаю, что дальше, эээ, как дальше будет, например. Вот. Вот. Поэтому, эээ, происходит это вот, ээээ, таким образом, как правило. И, здесь важно, ээээ, мне кажется, человеку, эээ, помочь увидеть, ээээ, то, что он хочет. Вот. То, что он хочет. То, что ему нужно. То, в чём человек нуждается. Я, ээээ, думаю, что здесь всё очень индивидуально. Вот. Поэтому, мне бы не хотелось, эээээ, как-то, сейчас, например, ээээ, говорить, эээээ, ээээээ, про это, да, про то, в чём может нуждаться человек, потому что, ну, понятно, что всё индивидуально, вот. каких-то уникальных моментов не существует, и слава Богу, что не существует, и хорошо, что не существует. Потому что, ну, мне кажется, что очень грустно и скучно было бы нам всем, если бы мы все были одинаковыми. Так у нас есть возможность отправляться индивидуально в этом частности. Вот, поэтому это очень важный момент, это очень важный элемент. Вот, я, значит, постарался всем рассмотреть основные моменты, когда люди хотят отучить своих, значит, близких от чего-то. При этом, избегая своих собственных трудностей, своих собственных проблем, избегая. Вот, избегая своих конфликтов, своих противоречий. Вот, и так далее. И дело не в том, что, ну, что это делать прямо не нужно. Я думаю, что иногда, иногда можно, ну, избежать чего-то. Иногда можно избегать своих проблем. Это нормально. Нормально пытаться это делать. Но иногда это мотивирует на то, чтобы попаться на место, чтобы не двигаться вперед, чтобы не развиваться. И вот в таком случае для пары, для партнеров, для людей начинаются серьезные трудности. Мне кажется, что обращение внимания здесь на себя, саму или на себя самого, могло бы здорово помочь вам, с одной стороны, лучше разобраться к себе и не требовать вот, партнера чего-то, чего он делать не хочет. Потому что это очень, очень сильное, очень такое серьезное нарушение его границ, 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 ну, партнера вашего, вот, с одной стороны. С другой стороны, вы могли бы, разобравшись в себе, сделать свою жизнь более полную, более интересную, более, ну, может быть, даже качественную. Вот. И партнер, увидев вас, увидев то, что вы делаете, увидев вашу, ну, скажем так, эволюцию, да, увидев ваше развитие. Вот. Вот. А партнер может захотеть и сам, понимаете, ну, что-то делать, вот. И мне кажется это куда более такая важная история на самом деле, ну мне так опять же кажется, мне так видится, я могу ошибаться, я могу быть не прав, но это когда мы требуем что-то от своих близких, мы в чем-то ущемляем себя, мы в чем-то, ну чего-то лишаем себя, как мне думается, и наверное это то, что делает нас весьма уязвимыми, наверное это то, что делает нас весьма слабыми. И даже об этой слабости мы своим партнерам не говорим, потому что мы не можем условно говоря проявить эту слабость перед ними. Вот. И мне кажется, что это ловушка своего рода, мне кажется это такой, ну я бы сказал, нет, не тупик, конечно, конечно, прямо скажем. Вот. Но весьма и весьма болезнен, я бы так сказал. Вот. И соответственно, мне кажется, что на это нужно обращать внимание. Мне кажется, что на это нужно, это нужно делать центром, как бы, ну, вашей работы основной. Вот. Со специалистами, например. Да? Вот. Вот. И не обращать у, там, допустим, психологов, значит, как мне отучить... своего партнера от, ну, от чего-то, а именно разобраться со себе. Вот. Мне кажется, примерно такой момент. Поэтому я надеюсь, что вам это было поверьте, я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что для себя вы сделаете определенные выводы. Я надеюсь, что для себя вы, ну, выявите, да, что-то интересное, что-то важное. Вот. И я надеюсь, что ваша жизнь, она изменится. Вот. Я надеюсь, что ваша жизнь станет, ну, как бы, другой, когда вы начнете менять. Да. Вот. Скажем так. Ну, это всё, в принципе, что я хотел сказать. Внимайте с собой, а не людьми. Рядом с вами, вот, мне кажется, что проще всего, ам, вот, приключиться на близких, там, если они на то и близкие, но, тут же проще всего и уйти в определенный деструктив. Чего, чего бы мне, как специалисту, не хотелось бы. Вот. Для своих клиентов. На этом всё. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Будем на связи. Обращайтесь за помощь, если у вас не получается разрешить подобную проблему. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...